Приветствую, друзья! Наши видео про еду вызывают у вас очень симпатичные, хорошие отклики. Вы даже не забываете ставить лайки и делиться этим видео. Надеюсь, данное видео разделит эту судьбу. Вы уже прям поставили лайк, уже поделились. Также же интересно мы сегодня про очередную диету. У нас уже есть видео про даж диету, про майн-диету. У меня в журнале доктора Комаровского есть подробное видео про кето-диету. Сегодня предлагаю поговорить про диету клиники Мэйо. Для начала несколько слов, кто вдруг не в курсе, что это такое клиника Мэйо. Клиника Мэйо – это одна из самых крупных клиник в мире. Уникальное совершенно медицинское учреждение. Там работает почти 4000 врачей. Это клиника в Соединенных Штатах Америки, в городе Ротчестер. Это штат Миннесота. Это там, в этом Ротчестере, это прям градообразующее предприятие. Клиники Мэйо много-много лет. Она была создана в 1889 году. И на сегодня это одна из самых успешных организаций медицинских. По крайней мере, у нее обороты, прибыль, несколько миллиардов долларов в год. И около 500 миллионов долларов в год клиника Мэйо тратит на научные исследования. Одно из очень актуальных направлений клиники Мэйо является диетология. У них есть специально разработанная экспертами клиники диета. Эта диета стабильно входит в рейтинги самых популярных диет в мире. Популярности способствует, ну, конечно же, авторитет клиники Мэйо с одной стороны. С другой стороны, есть книга. Прямо вот они издают книгу, которая посвящена диете клиники Мэйо. Далее у них есть специальная программа, ну, мобильное приложение про эту диету, которая включает в себя там советы по выработке правильных привычек, рецепты, планы питания, советы, как дома тренироваться. Там есть куча интерактивных функций, которые помогают там людям более эффективно использовать эту программу. Кстати, когда я попытался выяснить, а нет ли нашего перевода этой книги, ничего подобного, это вроде как никому и не надо. Зато есть книга, которая называется «Практика управления Мэйо клиник. Уроки лучшей в мире сервисной организации». То есть издать книгу для специалистов по менеджменту медицинскому мы смогли, а перевести такую книгу на наш язык не смогли никак. То ли спроса нет, то ли непонятно чего. Тем не менее, диета очень актуальна, очень эффективна. И что главное, это не просто разовая акция. Это не диета на пару месяцев. Нет. Это план, план коррекции образа жизни. Суть, по большому счету, в том, что здоровый образ жизни и питание, они как бы два сапога пара. И невозможно добиться чего-то хорошего, только регулируя питание. Надо создавать себе хорошие привычки, которые будут затрагивать не только еду, но и образ жизни. Нужно расставаться с плохими привычками. И еще надо перенастраивать, менять привычные алгоритмы действий. В центре диетических рекомендаций пищевая пирамида клиники Мейо, она включает в себя базовый уровень, это фрукты и овощи, которые можно неограниченно, минимум четыре раза в день овощи, минимум три раза в день фрукты. Далее идут углеводное питание, потом белки, молочные продукты, потом жары. Ну и на верхушке пирамиды немножко сладенького, совсем немножко. Диета клиники Мейо состоит из двух фаз. Первая фаза непродолжительная, она длится около двух недель, так сказать, худей называют, вот прямо они ее так и называют, худей. Ну а вторая фаза, вот живи теперь с этим. То есть сначала мы как бы активно формируем правильные привычки, потом живем так. Еще раз хочу подчеркнуть, смотрите, ребята, это очень-очень важно. Любая диета, как разовая акция, когда вы закрыли рот, голодаете, мучаетесь, страдаете, вот все это по большому счету напрасный, я бы сказал, мартышкин труд. После того, как вы испытываете дискомфорт, голодаете, постоянно думаете о еде, организм потом обязательно за непродолжительное время берет свое, и все, что вы в таких муках потеряли, возвращается опять. Диета Мейо предлагает вам коррекцию именно образа жизни. Когда после двух недель активного обучения новым пищевым привычкам, вы с учетом вот этой самой пищевой пирамиды берете себя в руки и всю оставшуюся жизнь питаетесь правильно. И это правильное питание, правильные привычки добавляют вам активности, здоровья и ясного ума на долгие годы. Здоровые привычки. Пять здоровых привычек, которые с точки зрения диеты клиники Мейо надо реализовать в первую очередь. Пять привычек. Первое. Употребление здорового, но умеренного завтрака. Далее. Употребление овощей и фруктов, употребление цельнозерновых продуктов, употребление здоровых жиров. И пятое. Физические упражнения. Ходьба это тоже физическое упражнение, но не менее 30 минут в день. Есть также пять привычек, от которых диета Мейо всячески рекомендует избавить. Перечислим эти пять привычек. Употребление добавленного сахара. Перекус. Перекус чем-то, чем-то, кроме фруктов и овощей. То есть можно перекусывать только фруктами и овощами. Что-то еще. Это вредная привычка. Дальше. Употребление большого количества мяса или жирного, молочного. Четвертый. Еда. Еда. Это очень дурная привычка. Еда во время просмотра телевизора. И пятое – это попытка есть вне дома, если вы не можете реализовать вот эти все правила, которые мы озвучили выше. Вот если нет доступа к нормальной еде в соответствии с вот этой пирамидой правильное питание, то нечего вне дома есть всякую гадость. Ну а главные, главные дополнительные привычки – это вот физическая активность час в день, час. Дальше очень рекомендуют ввести дневник, что вы съели и какие физические активности у вас были. И еще максимально сократить употребление обработанных продуктов. Чем выше обработка продукта, тем менее он рекомендуется в пищу. Еще раз на чем хочу сфокусировать свое внимание. Поскольку про диету клиники Мэй написано «О, такая книга, плюс есть специальное мобильное приложение», я готов это все рекомендовать, повторить это все сейчас мы не сможем. Моя задача скорее привлечь ваше внимание к тому, что диета клиники Мэй – одна из самых адекватных, долгосрочных диет, которая может стать пожизненной диетой для всех членов вашей семьи. То есть фактически эта диета пытается сделать здоровое питание не разовой акцией, а полезной пожизненной привычкой. И теперь буквально в двух словах расскажу, что можно есть с точки зрения диеты Мэйа, то есть более подробно пройтись по вот этой самой пирамиде питания. Ну прежде всего, еще раз подчеркиваю, фрукты и овощи максимально разнообразные. Это основа вашего рациона, при этом можно овощи и фрукты практически без ограничений. Далее сложные углеводы. Прежде всего, цельнозерновые продукты. Цельнозерновой хлеб, цельнозерновые макароны, коричневый рис, фасоль, чечевица, киноа. Главное, чего просят не употреблять, это рафинированных углеводов, ну в том числе белого хлеба. Полезный белок – это нежирное мясо, курица, рыба, орехи, бобы. Полезные жиры имеются в виду оливковое масло, орехи, рыба, авокадо, ну более экзотические вещи типа семена, чия и так далее. С одной стороны, диета клиники Мэйо не приветствует никаких категорических запретов и даже сладости разместила на верхушку пирамиды. Тем не менее, они все время подчеркивают, что сладости, сладкое, особенно рафинированный сахар – это такое исключение. Этого должно быть так мало. И это так нехорошо, что прям эта верхушка пирамиды больше напоминает запрет, чем разрешение. Главное достоинство диеты клиники Мэйо – она доступна, то есть относительно, в принципе, недорогая. Может быть реализована для всех членов семьи. В этой диете могут быть учтены ваши культурные и религиозные предпочтения. Есть различные варианты с акцентом на белок, с акцентом на вегетарианство и так далее. То есть все это однозначно возможно. Главное, если вы понимаете, что разовые акции с голоданиями, пропуском еды и всякими страданиями – это путь в никуда, и ищите для себя эффективную диету, которую можно рассматривать как полезную пищевую привычку на всю жизнь и для всех членов семьи, я настоятельно рекомендую вам обратить внимание на диету клиники Мэйо. Делайте правильные выводы и приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok